У насосной станции в жилом комплексе «Лесная поляна» на Демократической снова кипит работа. Насосы, которые обеспечивали жителей водой, вышли из строя после того, как прошел дождь и камеру подтопило. А случилось это из-за того, что застройщик изначально установил насосы с техническими нарушениями. В работе по восстановлению подачи холодной воды задействованы все необходимые службы. Специалистами ведется демонтаж насосного оборудования и спайка новой байпасной линии, которая позволит уже сегодня запустить водоснабжение на пониженном давлении, пока будут ремонтировать основные насосы. Таким образом, вода сможет дойти до потребителей первых этажей. Новая спайка позволит запустить данную водопроводную линию, но на пониженном давлении. Те насосы, которые сейчас демонтированы, они отвезли в специальный электроцех, где будут проходить сушку так называемую. Завтра сушка будет проходить до 12 часов дня, потом уже будут пробовать ее и эти насосы запустить. Чтобы решить проблему не только на оперативном уровне, но и в долгосрочной перспективе, глава Самары Елена Лапушкина провела совещание с руководителями профильных департаментов, главой Кировского района, представителями ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний. Чтобы как можно быстрее жители смогли получить ресурс в полном объеме, за счет средств управляющих компаний планируется приобрести два новых насоса. Специалисты уже начали поиск нового оборудования у поставщиков, в том числе и в других городах. Ситуация осложняется тем, что производитель ушел с российского рынка, а при покупке российского аналога придется менять всю схему подключения. В настоящее время сложилась ситуация так, что необходима покупка двух новых насосов. Все денежные средства, собранные на текущий ремонт, они аккумулируются на резервном счете управляющей организации, то есть покупка этих насосов будет за счет средств текущего ремонта, которые уже собраны по факту на сегодняшний день. Деньги сдавать, конечно же, не надо. Эти деньги будут браться либо с содержания, либо с текущего ремонта. Это все у нас будет на общем собрании, вопрос решен. Я думаю, жители войдут в положение, поймут создавшуюся ситуацию. Помимо технической стороны вопроса, есть еще и юридическая. На сегодняшний день сети водопровода и канализации находятся в конкурсной массе банкротящейся управляющей компании. Руководством мэрии совместно с собственниками жилья принимаются меры, чтобы исключить данные инженерной сети из конкурсной массы и передать их на безвозмездной основе в муниципальную собственность. Эта процедура строго регламентирована и займет около полугода. Совершенно точным людей не бросим. И бойлер будет, воды стоять постоянно до тех пор, пока стабильная вода не придет в дома. Ну и, конечно, будем продолжать работу на данной территории до тех пор, пока проблема не будет устранена. После передачи в муниципалитет и подписания консессионного соглашения с ресурсниками насосная станция будет полностью переоборудована. Планируется построить новое помещение с соблюдением всех технических требований. Вынос коммуникаций с подземли позволит избегать контактов с водой и выхода оборудования из строя, что, в свою очередь, надолго продлит срок службы насосов. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.